Сегодня у нас 1 января 2016 года. Время-то сколько сейчас? Сколько уже? Смотри маленько. Ну где-то как раз. На моих 59. 59, ну как раз. 59 минут. Сейчас через одну минуту будет Новый год. Я не знаю, будет видно, нет. Мы вышли на улицу сейчас. Это мы в городе Барнауле находимся. Заканчивается 2015 год. Год был насыщенный. Все было. Появилось много новых друзей и много врагов. Это естественно. У живого человека так и должно быть. Ну вот мы вышли, чтобы посмотреть, какая обстановка. Покажи там, где у нас мигают такие здания. Вот елка такая стоит. Отсюда. Большие три здания вон оттуда. Видно? Нет? Вон туда. Дальше не выходи. Вот только что получил по интернету письмо из администрации президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Ну, мы зайдем обратно. Я покажу просто, чтобы люди увидели, что это действительно так. То есть письмо дошло. Я говорю по вопросу о поездке в Сирию к ИГИЛу. Как я это видел и чем мог поучаствовать. И рассмотрели так именно положительно. Не то, что меня сейчас приедут, схватят и в дурдом поместят за такую совершенно нереальную, невыполнимую мысль. Но так не рассмотрели. Почему? Все время об этом молились. Меня люди спрашивали, как будет. Молитва. Ну, вот видите как. Это дурак там и прочее. Ну, люди разбирают просто по человеческому разуму. И правильно, может быть, что нормальный человек в таком возрасте, почти 6,5 лет, и поедет куда-то. В такое место. Вон, смотри там. Это сейчас начинается хлопать. Взрывы, фейерверки. У меня стихотворение есть. На Новый год много написано. Я, может, сейчас зайду и просчитаю даже. Я не подумал, что так придется. Вот. Погода так подходящая, мягкая. Только что выпал снег. Необычная нынче зима. Вплотную к Новому году подошли, и снега не было. Все растаяло. Я не знаю, как там ледяные стены на площади перед дворцом спортов, около краевой администрации, где главная городская елка. Краевая или елка. Благодарение Богу. За все написано «благодарите». Большая работа нынче за лето была проделана в Потеряевке. Благополучно прошла миссия на север. На север, это Мурманск. Прошли до этого один год проехали. Мы 13-й год до Владивостока и Москвы. После этого прошли, вот это в 14-м году пошли на восток. Это на запад прошли 6 мусульманских республик. Турцию опустились к Афинам, переплыли в Италию. Подарили книги Франциску папе, Венедикту. Вот это были Дашидо, Лиссабона. Там в храме пришлось сказать слово. В Испании. Так, сами не проехали, но книги оставили. За нас молились в Великобритании. Оставили туда книги в Шотландию и в Ирландию. Потом мы зашли на Скандинавию. И везде, везде, как в здании начиная, наши книги взяли в Королевскую библиотеку. 38 книг у меня вышло когда-то. Ну и в Швеции была поломка. Тогда книги мы отправили через знакомых, близких, через Игумена там. Дальше в Финляндию, на Норвегию. Вот все, которые есть там еще где, на Скандинавии, переплыли в Прибалтику. И Латвия, Литва, Эстония. Там остальные книги вернулись. А нынче вот на север. То есть у нас получилось так, как задумывали. Книги почти кончились. Ну, а остальное все понятно. Ставим каждый день ролики, что у нас как происходит. Попросили люди, им интересно где-то. Сейчас они, неприятности были. А те люди, которые просто не хотят, чтобы церковь исправлялась. Только одно. А, вы против, говорите. То есть, ну, как умерские говорят, не обличение, а критикой, критикой. Какая? Ну, критикой считайте. Я считаю, языки или 3.18. Если видел согрешающего брата, не обличил, говорит, он погибнет. А его кровь я с тебя взыщу, Господь, говорит. Я тебя научу смотреть за порядком. Ну, а если ты говорил, а он не послушал, ну, ты спас свою душу. И вот вчера начали уже. Это все священники патриархийные. Самые-самые такие негодные слова, поступки. Воруют ролики. Жалуются там на разные администрации ресурсов. Людей подбивают развалить общину. Любыми путями. То есть, иродово отродье. Я просто не знаю, что вчера тоже. А это вот вы. Вы их, а не они. Это вам надо просить прощения. Это вы. То есть, сейчас все переворачивает. И наоборот. Если он меня там матерками всякой, это вы материте. Они своровали ролики другим. Нет, это вы делаете. То есть, наоборот, как Достоевский говорит, сильнее хочешь досадить, обвиняй человека своими недостатками, ошибками, преступлениями. И это будет ему обидно. Мне не обидно. Я знаю, другого я и не ждал. Не ждал. Я только молюсь. Благодарю Бога всех гонителей, хулителей. Почему? Ему такая выпала участь. Он не сам делает. Это Бог допустил. Давида, когда сверли, семей сын Герр поносил его. А Веса говорит, позволь, я сниму с него голову. Говорит, не надо. Может, Бог учтет это. У меня тоже есть грехи. Я грешный человек. И так и было. А во второй книге Параллипоминон, 25 глава, 16 стих, там говорится, что царя обличал, пророк пришел. А тот, да кто тебя ставил за мной смотреть? Ты за собой смотри. Старинку в чужом глазу ищешь, а в своем бревна не чувствуешь. Ты знаешь, что сказать. Он говорит, я понял. Бог решил убить тебя. Если ты не принимаешь, такие дела делаешь. Государство на грани полного развала. Войны стоит. Но непременно в этом 16-м году будет война. Об этом выступают депутаты и все. Не знаем. Мы молимся. И вот как себя ведут сейчас. И особенно самое безобразное поведение – это служители московской патриархии. там с эпиоскопами, где больше бывают. Это ужасно. Просто ужасное состояние. И они не видят это. Состояние намного даже хуже, чем было в Иудее, когда Христос пришел и распяли. Молитесь об этом. Потому что кто не знает, просто напомню, что московскую патриархию создали Берия и Сталин в 43-м году, 4-го сентября. И поэтому они по-другому не могут. Видишь? Вот оно как горло. Стихотворение. Прием я просчитаю. И поэтому, а что делать? Молиться. Молиться. Не замазывать. Как Златоуз говорит, губкой не размазывать гной. А именно операционным путем это отрезать. Если гомосексуалисты, отлучать навсегда, санк снимать. Если они поставлены до 30 лет в крест-ветерах, извергать. Не человека мочили, не крещеный. Сделать крещение правильное. То есть вернуться к истокам. Можно работать. Но уже настолько все загнившее, пропащее, кажется, бесполезно. Но я считаю, не бесполезно. Все, все, вот это, что есть, коросты, все вот это загнивание в стиле. Вот. Смотри как. А что в других городах делается-то тоже? Встречают так. Пойдемте. То есть вот у меня спина уже зябнет. Посмотрим. А может, свет не нужен или нужен? Да нужен. Для света. Так, вот. А может. Постараюсь. 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 Прокажаю. Да. 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 Заходи. Закроешь сам? Нет? Тогда я закрою. Вот сюда покажи какая у нас дверь встречает. Надписи не было в тот год. Еще надпись особая у нас на дверях. Все в храме только у нас везде, во дворе повешено. А у меня запотело сразу. Запотело. Сейчас нельзя протереть никак? Ну, может и можно. Ну-ка посмотри. Потереть надо. Это ничего не значит, что запотело. Ну-ка, давай сюда. Это... Никита. Ну-ка, давай сюда. Это... Никита. Подприближайся сюда. Мы сейчас маленько прочитаем новогодние. У меня тут стихотворение. Ну, не стихотворение. Я называю проповеди в стихах. Проповеди. Сможешь стихи прочитать. Только возьми там стол. Сядь там рядом. Принеси. Зачем стреляют люди в небеса? Хлопушки, фейерверки и салюты. Быть может, это тысячи осан, что избежали в прошлом казни лютой. Застолья за полночь, что в битве одолели. Врага примерного сумели превозмочь. И добрели до рубежа калеки. Не сбросила земля всех в яму прочь. Ликуют искренно и поздравления шлют. На трата, не взирая телеграммы. В честь иеговы мой каков салют. Что за несмертельные зализываю раны? Под корень срублены леса из редких елок. На безработицы каникулы похожи. Расхарахорился к двенадцатой квелой и обувь праздная до полночи в прихожей. Из новогодней суетности пользу не поязычески извлечь бы христианам. К воздетым стрелкам каяться не позже. В мольбе и наши длани так протянем. Долготерпение Бога восхвалить, что Он не смел хулителей дерзких. В улыбку благодарности да изогнется схлип. И раскаяние акт достанет вески. Летив за зажавшие волосинки в горсть, стирает в памяти успехи поражения. А жизнь и смысл до удивления прост. Христос есть жизнь и вечность жизни стержень. На небе алчность сущим не присущна. Ничто нечистое не вхоже в вечный град. Вся жизнь есть возвращение к райским кущим. Жить в Духе Божьем всех сладостей наград. И небеса расцвечивать не стоит. Быть может это вызов падших духов. Я с Библией сажусь в двенадцати за столик. Лампадка теплится на иноческой кухне. 1 января 2008 года. Сейчас посмотрю еще где-то есть. Я запустил проверки. Может где-то еще есть. Ну как будто бы больше лет. Но это бы не нашел я. Ну хотя вот эту вот не получилось показать как пришла телеграмма. А почему она просвечивает-то? Она на рабочий стол видимо стала заставкой как. Ну да. Ну а как надо было сделать? А где она вы получили-то? Ну вот она. Как я? Вот отсюда. Ну а так нажмите. На правой или левой? Левой? Левой. Дальше. Нет, так это правой нажали. Левой. 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 Нажал. Что дальше? Вот так. Вот. Ну ладно. Считаем. Поближе. Министерство иностранных дел Российской Федерации. Дальше все. Подряд читай каждую цифру. 119-200. Город Москва. Г-200. Смоленска. Ясенная площадь. Дом 32-34. Телефон 244-16-06. То есть вышло-то два дня назад. Телеграмма. Это я просто не знал. И встретили. Дальше. 29 декабря 2015 года. Номер 22032. Что-то там ДБ все или все. Гражданину Игнатию Тихоновичу Лапкину. Электронный адрес Игнатий1939.gmail.com. Ответ на обращение на имя президента России Владимира Владимировича Путина. Уважаемый Игнатий Тихонович. Ваше обращение на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина рассмотрено. Признательно за вашу активную гражданскую позицию и внимание, которое вы уделяете проблематике урегулирования в Сирии и нашей работе на этом направлении. С уважением, заместитель директора департамента Ближнего Востока из Северной Африки Панов. А, Панов. А, Панов. Ты еще буквы пропускаешь-то. А, Панов. Ну, а, Александр Алексеев, это, может быть, Ануфий, мы не знаем. Не Ануфий, а там еще как-то. Ануфий-то это о. Ну, вот видите, ответ пришел. Но ответ это то, что получен ответ. То есть, может быть, и еще что-то. Я почему-то так думаю, что, может быть, это и будет рассмотрено даже. Что, почему не придет время, спросят, а почему не расспросили более подробно. У меня программа есть. Если бы меня договорились, чтобы связь иметь с Турцией. Это, я знаю, через Турцию, в Сирию и попасть к боевикам этим, к ИГИЛу. У меня программа есть. Я показал, что более подходящие кандидатуры, необычные такой, это, как я, не найти. То есть, очень трудно найти. Во-первых, возраст. Дальше. А 53 года проповедник-миссионер. Православный. Православный. Кроме того, по природе у нас все были связаны с мусульманами. Там заезжий двор, как у дедушки был. И сам я жил, и сидел с мусульманами в вузах, когда, Слово Божие, был арестован в Жанатасе. Это жамбульская область, казахская СССР тогда была. То есть, я так все растудил. И тем более, все это выставлено было в интернете. Вот. Я об этом молюсь и попрошу всех, помолитесь. Чтобы было это, как они говорят, урегулировано. И другие говорили, тебя в дурдом законопатят. Куда лезешь ты? Да там голову отрежут. Знаю. Все это я знаю. Я же мне не пять лет-то, а 76 с половиной. Я просто знаю. А что-то хотели делать. Ну, я программу сегодня раскрываю, но говорил, быть на самых участках опасных. Со мной бы еще один человек поехал, может быть, чтоб был переводчик. Чтоб была у меня свобода распоряжаться временем. Это молитва. А говорить, с кем там руководство решило бы. Нигде бы я не лез, не высовывался. Была бы комната, ходил, видел, все, и примерно на год хотя бы. Минимум как на год быть там. Да кому ты нужен, да что там сделаешь. Ну, это такой вариант уже проработан. А то, что я говорю, не пробовали. А если нападет враг, я говорю, по-вашему воевать не надо. Я-то за то, что воевать не надо, убивать никого. И ИГИЛ, и этих, и сирийцев. Нет. Что будет? Что будет, не знаем. А что есть, мы это видим. Ну, ваш вариант, что приносит кровь по всему миру? Кровь. Я знаю по житьям святым. Когда выходил там папа, и в это время Атила опустил меч свой. Перед самым уже гордым Римом стоял. Так же было с Аларихом, когда он пришел завоевывать. Ну, так же было, когда под Ельцом стоял Тонарлан. У русских молились. И он пошел, ночью молились, и он видел сон. Сон. Всего только. И ханы, которые у шатра были, говорит, слышали, как он отметался и стонал. А утром сказал, видел я прекрасную женщину на облаках. С ней были мужи с бородами. И сказали, если пойдешь живой, не выйдешь. И он дал приказ повернуть войска назад. А Россия была, как говорят, на краю пропасти голову свесила. Храмы были открыты, как пасхальные дни. Надежды никакой совершенно не было, нуль. Ну, он перед этим, как Багдад завоевал. И что сделал? Пирамиды, там по пять тысяч голов. Пирамиды зацементировал. В Индии, говорит, когда он был в одном месте. Сейчас я могу данные не точно сказать. Бомбею или где-то он там подходил. Жители города за стенами были. Они решили ему посольство послать пятилетних девочек. Там или мальчиков вместе со светами в белом одели. Их там тысячи, там тысяч пять набрали. И он, говорит, только мгновение стоял, смотрел. Потом гикнул. Железный хромец. Ринулся и потоптал всех до одного. Город был взят. Вот. И он повернул назад. Извечного, говорит, врага. Астраханского хана. Россия не могла его победить. Разбил в дребезги и сам ушел в песок. Нигде нету. Никто не знает ни могилы, ничего большего не было. Молитва. Молитва. Об этом молятся. Я знаю, что об урегулировании этого. Чтобы не было войны с Турцией. Там Саудовская Аравия объявлена. Я не сужу, я не политик. Зачем говорить? Я только говорю, что есть вариант попробовать. Есть то, что бьет сильнее, чем самые высокоточные ракеты. Самые большие бомбардировщики. Это молитва. Слова к Богу. Я это хотел. Благодарю всех врагов моих. Сразу сказать. Всех гонителей. Всех хулителей. Это от Бога. Бог попустил. Как советскую власть. Как убийство. Все это допущено. Допущено. Для славы Божией. Вот. Благодарю. И у всех прошу прощения. Прощения прошу. Просто время. Только что начался Новый Год. Я у всех прошу прощения. Кого обидел словом, делом, ведением и неведением, в уме в помышлении, в одни и в ночи. Так молимся. И утренняя и вечерняя молитва об этом говорят. Ничем не оправдываюсь. Павел говорит. Хотя за собой ничего не знаю, но тем не оправдываюсь. Судья мне Бог, который откроет сокрытое во мраке. Мы маленько отдохнули. Встали вот сейчас 12 часов и помолиться. Видите как. И они подослали прям к самому моменту, где вот я его объявил. Благодарю. Мы молимся каждый день за всех. Мы сейчас кратко сотворим молитву. Боже милостив будь мне грешному. Создава мне Господи, помилуй меня. Вячеславец и греши. Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, благодарим Тебя за прошедший год. Как много Ты явил нам и пособил в трудах наших. Соделай, чтобы он был на пользу. Ты послал необходимое средство. Вознай милости всем помогавшим нам. Господи, возри на врагов. Их злые замыслы разрушь до основания. А в судный день не вмини им, что они делают. Прости им их безумные слова, поношения. Они не знают, что худо творят. Жалься над ними. И даруй мир Израилю, России и Украине. Мы молимся, чтобы был мир здесь. Чтобы было время для покаяния еще. Сохрани правителей наших от покушения на них. Благослови патриарха, епископов, священников, паствы. И даруй всем духовное рождение свыше. И водительство Духом Святым. Мы молимся о правителях. Владимир, Дмитрий, Бараке, Александре, Рамзане, Александре, Эрдогене. Господи, и всех правителей их мира. И дай им страх Твой, святой. Ибо строгое взыскание будет с начальствующих, как свидетельствует нам Святая Библия, слово Твое. Мы не знаем, что ожидает нас. Только отовсюду идет свидетельство, что нашу страну ожидает великие и страшные испытания. Помилуй нас, Господи, этот народ, отступивший от Тебя. И церковь, которая не является той захвасткой, которая заквашивает этот мир. Которая подала огромные страшные соблазны миру. Прости всех, изгладь милосердием Твоим. Примири народ Твой с Тобою. Хвала Тебя, слава Тебе, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Ну, сейчас совершим еще ночную молитву. Пока заканчиваем, будем молиться. У нас всегда молитва заканчивается. Три святое и сто поклонов. Всегда. Я вот пенсионер, должно быть не меньше семи раз. Ну, и сто поклонов. Три святое. Потом своими словами. Это один считается. На это уходит около семи минут. Не меньше семи раз. Не считая утренней и вечерней молитвы. Это для пенсионеров я говорю. Вот такое правило. Правило из Серафима Саровского молитвы. У нас свое правило. Я уже рассказывал кому, как молимся и пенсионерам. Не меньше семи раз в день. Считая тут и ночные молитвы. Если время есть пенсионеров, то бывает и восемнадцать раз в день. Восемнадцать. Это сто, это тысяча восемьсот. Утренняя и вечерняя. Считаю нормой для пенсионера две тысячи поклонов в день. Поклонов. У нас написано, и она подходила, женщина кланялась Иисусу. Все время говорится кланялась. Мы кланяемся. И иудеи кланяются, и мусульмане кланяются. Если есть силы, земные поклоны. Нет, значит, поясные. У нас так принято. Мы православные христиане. Ну все на этом пока. Будем сейчас молиться.